Души истины, и жили с десы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю приеди все лесовны, и очистины от всякие скверны, и спаси Блаже души наши. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сияния и свет разума, в небо звезды разлужащие звездою чахуся, и рекламите со солнцу правы, и тебе верите с высоты востока, Господи, слава Тебе! Благословенный Господь, помоги нам, даруй Господи нам родиться, рожденным свыше, осознавать это всегда, и родиться свыше тем, кто еще не родился. Этим чадам, которые были здесь перед нами всем, даруй Господи истинное рождение, чтобы не театр был в душе нашей, а истинная вера царствовала внутри нас. Тогда, Господи, только Ты будешь всегда с нами, в нашем сердце и в наших делах. Помоги, Господи, благовестие провести и на крещение выйти, Господи. Даруй благорастроение воздухов земных, чтобы еще много людей вышло на улицы и приняло Слово Твое Святое в руки, в сердце, в разум и в дела. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою, за эту общину, за братское общение наше здесь, за это единение духовное по Слову Твоему Святому. Слава Тебе за все, Отец и и на Святой Дух. Аминь. Если кто вдруг надумает Марии Яковлевне пойти, она попросила, чтобы Евангелие вот эти красные принесли. Марии Яковлевне? Да. Ей надо прямо это... Я вчера это не слабевала. Сколько это? Может, пять-то надо, Марии. А ей больше можно. Она там кому-то уже обещала. Ты его убеди, Нестора, еще на три дня не пройдет. Он мне нужен, а я ему. Как никто другой. Как никто. А Нестор где? Здесь? Здесь еще? Ну, пускай будет здесь. Ты что, вы можете? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к евреям апостола Павла. Предисловие. Святой Павел был апостолом язычников, как он и сам говорит об этом в послании к римлянам. Римлянам 11 глава 13-14 стих. Ибо евреи не терпели его проповеди к ним и были враждебны к нему более, чем к прочим апостолам. Так как он своим неожиданным обращением доказал непобедимую силу Христа, привлекшую к нему такого сильного гонителя. Но в том и состоит такое доказательство истины ангельской проповеди, что Павел, самый строгий ревнитель закона, внезапно обратился ко Христу. Посему евреи сильно враждовали против него и даже не могли слышать его голос. Впрочем, и уверовавшие из иудеев не совсем внимательно относились к нему, так как он совершенно отворчал от закона и освобождал от обрезания. Завтра жду тебя. Не знаю. Ну давай, не знаю. Помолись как следует. Не знаю там. Тем не менее, хотя он и послал быть проповедником к язычникам, однако пишет и к евреям. Ибо как неверено было ему крестить, однако он крестил, потому что это и не было запрещено ему. Так точно делая сверх должного, он посылает это послание к евреям, ибо он сильно заботился о тех, за которых молился даже быть отлученным. Ибо от неверующих евреев они лишаемы были имущества и подвергаемы были бесчисленным бедствиям. Вот почему апостол сильно заботился даже о мире, что не для них, побуждая к этому и коринфян, и македонян. И разделившись с Петром проповедь бедных верующих евреев, живущих в Иерусалиме, он делает общими. Итак, по необходимости пишет к ним, ободряя их падающих духом, ибо они сильно смущены были оскорблениями от своих единоплеменников, которые самовластно распоряжались в Иерусалиме, имели власть судить и ввергать в темницу тех, кого хотели. Это он и показывает, говоря, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Время 12.12. Будучи иудеями и зная, что отцы их при жизни пользовались благами, они сильно падали духом, ни от кого не получая облегчения. Поэтому также апостол много беседует в этом послании о вере и о святых от вечности, еще не получивших благ, делая им эти два внушения. Первое, чтобы великодушно переносить все случающееся. Второе, чтобы несомненно ожидать воздаяния. «Ибо не презрит Господь святых от века, следовательно, и вы тогда получите свое». Много также говорит апостол о Ветхом и Новом Завете и показывает, что закон не имеет уже важного значения. Ибо хотя храм еще стоял, но дает понять, что это будет до определенного времени, и что наше учение истинно. Апостол пишет послание из Италии. Это послание древнее второго послания к Тимофею. В том послании указывается на то, что жизнь его приходит к концу. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Второе, Тимофея 4, 6. «В этом же он обещает евреям, что увидится с ними. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. И если он скоро придет, увижу вас». Евреям 13, 23. Галь, там потише маленько, мешаешь. Скажите, дверь закройте. «Вероятно, это случилось, ибо два года он провел в Риме в вузах. Потом был отпущен, как об этом, и сам он ясно говорит. «При первом моем ответе никого не было со мною». Второе, Тимофея 4, 16. «И я избавился из уст льва». Второе, Тимофея 4, 17. «Очевидно, Нерона. Затем он ходил в Испанию, где, может быть, видел и еврея. После того он опять прибыл в Рим, где и был лишен жизни по приказанию Нерона». И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова «Доказательство истины евангельской проповеди». И еще «И послан был проповедником к язычникам». И вот эти слова, комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на сегодняшний день. Насколько нужно быть омертвелым, называясь священником, чтобы совершенно не отличать живого от мертвого. Там, где нет проповеди Евангелия, нет рождения свыше, и священники до упаду проворачивают требы, ездят на вызовы, освящения квартир, кладбища, совершенно не сверяя свою деятельность прямым указаниями Христа. Если сегодня в церкви есть какая-то статистика, то только финансово и о количестве привозимых к окрещению и отпеванию. То, что души не рождаются свыше, и есть доказательство истины евангельской проповеди. Где нет проповеди, там даже и не кладбище, а уже давно-давно скотомогильник. Из материалов освященного собора Российской Православной Церкви 1917-1918 года 4 определение АП2 цитирует Для большего усиления и развития православного христианского благовестия, сообразно с требованием нашего времени, весьма желательно привлекать к делу, троеточие, способных к проповедничеству благочестивых мирян. Причем, троеточие, может быть допускаемо и на церковной кафедре за богослужением, скобочка, с благословения епископа и местного священника. Конец? Конец. Конец нам. Потому что повторяется сейчас все, только на нас, на православных уже все. Я вот послание к евреям, ну послание к евреям и все, ни о чем не думал. А здесь посмотрел ролик, как Игнат Тихоныч в одном из своих путешествий евангельских беседует со священником московского патриархата. И священник ему растолковывает, как, ну, немножко недоумку, что канон это нарушать можно. Тут Бог ничего тут, он Бог любовь же. Подумаешь там, у меня, говорит, все знакомые священники, ну, я так понимаю, и он сам, сам себе знакомый. Они все больные, поэтому молочка там, что-нибудь молочного там в пост, это ничего страшного нету. И доказывает это все. А потом идут комментарии под этим роликом, просмотров там тысячи. И комментариев много очень. Ну, я все до конца прочитал, выдержал там огромный лист, не знаю, несколько десятков. И все одно только говорят. Этот старик полоумный, упертый, ничего не понимающий. А батюшка умный, добрый, любвеобильный, все понимающий. Все расставляющий по своим местам. Да как народ-то любит. А что не любить народ? Вот наоборот, апостол совершенно наоборот показывает, он любит свой народ. Он до конца этот народ ведет ко Христу. Потому что народу-то как было легче. Ну, вообще, Христос пришел для того, чтобы рассказать о Боге Иегове. И все. Ничего нового нету. Но Христос-то внес новый завет. Не то, что отказались от Ветхого Завета. Он внес выше еще. Он духовно вознес людей на небо. Если они тут приземленно прислонялись, ползали по земле, зная, что там Бог Всесильный, Всемогущий, то здесь Он взял этих людей, Господь, и пригвоздив себя своей кровью, омыв, взял и вознес на небеса. Как поток крови от Господа хлынул, и людей туда прям... Они не хотят, а кто попал, как говорится, избранный, и их хлистануло аж до неба. Вот что сделал Господь. А евреи не хотят этого принимать. Ну, понимаешь, нам же вот легче, если вот все на месте останется. Так-то ты все хорошо делаешь, ты такой фарисеев, фарисеев, так все. Ну, вот перестань вот о Христе только говорить вот эту правду-то. Да, хорошо, что ты еврейство, вот это Христос-то тоже еврей. Это хорошо, что ты еврейство наше проводишь, это учение, это нормально по всему миру, это здорово. Ну, вот бы, хорошо было бы, чтобы без новшеств каких-то. А никаких новшеств-то нету. Христос пришел спасти просто. И здесь тоже, ну, чего нового внес вот Игнатий Тихонович вот комментариям своим. Процитировал местописание Златоуста. Еще все. Только одно подтверждение, больше ничего нового нету. Все, как говорится, осталось старое. А слышится, как новое. Почему? Да потому что давно в грехах погрязли, как иудеи когда-то. Как помните фильм «Искупление»? Когда пришел этот Иуда, не апостол, а ученик Господень, как бы показывает ученика, одного из ученика Господа, который видел его на кресте, слышал его учения еще при жизни, видел учеников его. И сам, как будучи учившийся раввин, пришел в свой город, это оказался Вифлеем, и стоит на площади и проповедует людям, и рассказывает о любви Христа, о том, что нужно вот это вот, не просто учение принять, а исполнять нужно все. А такой старый, старый, это накануне Пасхи было, старый такой стоит, его Закей звать, и такой, ну, Иуда, мы тебя выслушали, все, но ты вот ответь на такой вопрос. Мы же Богоизбранный народ, что нам еще надо? Что еще надо? Ничего не надо. Все, Бог тебя избрал, а тебе твори, что хочешь уже. Я же избранный уже. И он говорит, а как от грехов-то очиститься? Блажен, кого Бог от грехов очистит. Кого на путь праведный наставит, тот блажен. А этот, и народ, и этот, ну, все, мы тебя в следующий раз послушаем, нам некогда тут с тобой, мы к Пасхе готовимся. И разошлись на великое торжество дела. И только там один брат его младший стоит, и продолжает говорить, это учение Исаии, которое Господь вложил в уста пророка Исаии, и продолжает, блажен, кому Господь не вменит грехов его. И он, блажен, брат мой Иосиф, что услышал эти слова. которые я передаю, пророк нам передал, а я тебе передаю и от Господа. Салон 32. Да. Про евреи? Да. Хотел сказать, что евреи для нас все-таки лучше безбожников. Потому что безбожник, он не верит в Писание, когда тихоц говорит ему, показывай, что Дева родила, он не поверит, то он ничего не верит ему, это все написали, бумагу все стерпит. А вот сектанты и евреи, евреи все-таки хуже, сектанты, потому что сектанты хоть верят 66 книг, а евреи только в Тору верят в эти книжи. Ему, чтобы доказать, что-то по Торе в Иисусе Христа, труднее, меньше материала. И вот в интернете ролик вопрос задает сидит учитель, какой-то рэбэ еврейский, и вопрос, почему вы не верите в Иисуса Христа, евреи? И он очень так хорошо ответил, говорит, ну вот, по нашему учению. Хотя то, что, вот нигде не сказано, что Бог там есть Троица. Нигде там эти книжи не сказано. Я думаю, ну, как не сказано. Хотя и Аллахим, они вот, Аллахим, это как Боги переводится. Аллах это Бог, а Аллахим это как Боги, упоминается. Аданай, Аллахим. Аданай это один Бог, Аллахим это Боги. Но не принимают, ладно. Ну, я ставку сделал, сотворим человека, сотворим, не сотворим, сотворим, не сотворим, ничего не на это. Да, потом дальше говорит, еще мы не принимаем такое понятие, что как человек может проститься, чисто вот, не работая над собой, допустим, только веру спастись может, как во Христа. Потому что, калитку не закрыли, ворота не закрыли, даже дверцы не закрыли, еще так. Даже двери. Настяш, открыто все. День открытых дверей сегодня. Ну, что-нибудь решите, скажи так. Я показал это. Вот, подожди. Нет, подожди. Ну, идут. Как же так? Ворота даже на все шасты. Тут не может быть много веселых людей, к нам зайдут, еще будешь делать. Да и сегодня откуда одни веселые, знаете, спят они все же. Сегодня одни грустные, гречники. И дальше. Мы не принимаем того, что человек может спастись просто верой. Нужно работать над собой, там сказано на второзаконии, там, как исполнять заповеди, как вести себя. Я думаю, ну как же, постолпал от прямого Писания, что верой этот, верой жив будет человек. Это что, редко-заветный Покстрюль, Захарий написал, праведник верой жив будет, не исполнением закона. Ладно. Потом он говорит, что мы еще, нет такого понятия, на что два раза будем приходить Мессия. У нас понятно, что Христос раз пришел, второе пришествие, у нас такого не надо еще два раза. Я думаю, ну это можете не доказать, на самом деле. Теперь, перенести к тому, что еще нема такого, в Торе не сказано, скажем, о начертании, о трех шестерках. Как им доказать, что вот начертание, то что, ну понятно, кто это продвигается, это верхушка еврейская, они это продвигают, все это движение, чтобы все это начертание поставить. Нельзя доказать, что это во зло идет. Хотя они и так понимают, что это во зло. Я веду к тому, что вот Ирна Тихонович говорит, что давайте посмотрим с другой стороны, со стороны этих людей, которые вводят вот этот контроль над людьми, что это во благо, что поймать убийцу, поймать вора, это очень быстро будет, ловко. Я думаю, ну главный это злодей. Не тот, кто там режет друг дружку, бандиты там на стрелках, на сходках, или кто-то душит, на силу, то их там, ну есть. Ну главное, это бандиты вверху сидят, они грабят там, голодом муры устраивают. Подстрекатели. Им-то что, это метка? Они сидят, они с муруками ничего плохого не делают, только с их пастерных лиц. Ну так и эти самые евреи. Они же лично там ничего это не делают. Через своих прихвостней, там, через сгоев они устраивают все эти перевороты. Им эта метка не страшна. Они не во благо делают. Они понимают, что у них целенаправленно делают для управления людьми. Это будет стать начертание. Для благо себе они это делают. И это начертание как раз не им нужно, а вот скорее всего нам, людям простым, запуганным, простым смертным, которые боятся ограблений, терроризма. Это мы сами будем голосовать за то, чтобы потом поставить уже это начертание, чтобы было полностью все прослежено, и нам ничего не бояться. Вот к чему я в конце концов. И будет в мире безопасность, и тогда пройдет конец. А они все-таки добьются, что никто, никто его убивать не будет. Все будут бояться. И за счет этого они и устраивают все. Да, на счет. Я хотел бы тут еще как бы и промысел божий запустить. Но брат, огромный плац скрыл, но я хочу еще туда подпустить, и ему тоже подумать, и другим. Дело все в том, что еще апостол Павел сказал, что антихрист пришел, и их уже сейчас много, говорит он. И последние дни уже настали, послание к фессалоникийцам. И рассказывает, как это будут. И мертвые, говорит, не предупредят живые, не предупредят мертвых. То есть все друг друга дождутся, ни очереди не будет, как за колбасой, ничего. Все вместе встанут на суд. Кто встанет для осуждения, кто встанет как свидетель, оправданный уже. Вот все это будет вместе. И Господь это все делает сам. Он и сатане попускает ровно столько сделать, и другим внушить, своим адептам здесь, и масонам, сколько нужно на сегодняшнее время. Вот почему эти все люди, и у нас, которые рядом с нами, вот даже есть странное дело, боятся, что Антихрист пришел, и так далее. Почему они боятся? Вот в чем дело. Откуда этот страх у них такой сильный возникает, казалось бы? Только по одному, что они маловерные. У них огромная, гигантская лень в распространении истинных слов Божьих. Или просто взять вот это вот, пугаться, и говорить только об Антихристе, или делать великое дело, благовестие о Иисусе Христе. Если они пугают всех, все говорят, что Антихрист приблизился, все закончилось, значит разговор о чем идет, только о себе думай. Все. Говорится, спасайся, кто может. А если Антихриста еще нет, и непонятно, когда он придет, уж две тысячи лет никак не может прийти. От апостола Павла. Две тысячи, чуть без малого осталось. Ничего себе. А он уже сказал, что вот-вот, конец мира. Вот-вот, сколько мы будем еще, вот-вот говорить. Но, как бы да, теперь-то уже еще ближе, понятно, конец мира все равно настанет, это мы в это верим. Но, что сказать, что вот уже все пришло, это может только Господь. Написано, никто не знает день и час прихода Господа, второго пришествия, никто его не знает. Поэтому, все раскладывает Господь постепенно, как весна иногда. Иногда весна приходит рано, в марте месяце, в начале, как все начнет таять, потоки по улицам, и думаешь, ну все, там все деревни посмывают, которые стоят на равнинах, вы знаете, там много деревень. Все поля посмывают, плодоносную слой, и вдруг подмерзло, Господь напустил морозца, и все таким мелким, меленьким, меленьким морозцем, маленькими дождичками, приятными, все сошло, земля пропиталась, все нам, и вот они заколосились, околоси, вот нам хлеб, вот мы опять не голодаем. И опять Господь пощадил народ свой. И это будет до то ли, до коли не исполнится часа гнева Господня. Кто там сидит на небесах рядом с этой чашей гнева? Эти, кто говорят что ли, кто прям вопиют бедные уже, паникеры эти. Нет, там сидят только ангелы. И то они не знают, когда чаша переполнится. Эти ангелы ждут, когда ее излить. Они потом это все будут делать по воле Божьей. Но пока этого мы ничего не видим. Вообще ничего нету. Вот даже землетрясения идут, но они какие-то несерьезные землетрясения. Посмотрите, тот 15 человек погибло, ну там где-то 120. И все, о, погибло 120 человек. Я вот иногда слушаю эти сообщения и думаю, 120 человек погибло. И вспоминаю слова в книге Откровения. Недавно брат читает у нас, когда идет занятие, сегодня будет, да? Паскайку, да. И он читает, и там такое, сначала там все люди будут поражены язвами. Язвы будут гнить на лицах, там везде. Две трети людей будет поражено. На животных этих язв не будет, только на людях. Я думаю, господи, какой кошмар. Тут какая-то выскочит, это, что-нибудь где-то уже, как загнёт, как болит, вот такая щека, думаешь, да как на люди-то выйти, да как куда-то идти с таким мордой. А здесь какие-то язвы по всему телу, да ещё у двух третей. Да ещё главное, самое обидное, это не животные будут поражены, а только люди. И за что, спрашивается, да? Дальше будет наоборот всё. Растения все погибнут, люди живые, растения начнут гибнуть. То есть жратвы не будет у нас, просто-напросто. Будет повсеместный голод, как сейчас в Африке Господь показывает, какой будет голод. В Африке это пока просто Господь показывает, что будет. Там дети голодают есть. Это то, что там воины идут страшные у них. Некогда им там работать, они всё воюют. Никак власть не могут поделить. Антихрист на антихристе. Поэтому пока что ещё ничего этого нет. Всё Господь делает промыслительно, постепенно. И из этих масонов, самых великих, высших властей, которые прям у самого сатаны на рогах сидят, держат его прям за уши, они не могут ничего маленького шага сделать вперёд. Даже непонятно будет, как эти две мечети, которые на храмовой горе стоят убрать, как? Просто взорвать? Да это сейчас понятно, это как всколыхнёт весь мусульманский народ, самый страшный народ, религию. Они сразу все поднимутся убивать всё подряд. Нет, не так будет. Всё будет как-то постепенно, помаленьку. И на всё это нужно время. Да и Господь и не спешит прийти. Господь спешит всех спасти. Небольшой комментарий. Вот брат Игорь рассказывал в фильме «Искупление». И там одна из главных фраз была проповедника Иуда, который говорит, Захей, да, старичок, он говорит, что мы же Бога избранный народ, вот, а ему что ответил, так надо, говорит, себя сравнивать, это не с язычниками, а со Словом Божьим-то. Вот тогда ты поймёшь, насколько ты греховен перед Богом-то. А не с язычниками, значит, ты... Да. 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 А у меня мысль такая возникла, вот брат, сколько занятий говорим об этих паникёрах, и в нашей общине есть такие люди, которые говорят, что... Ну, они согласны, что антихрист ещё не пришёл, он ещё не у власти, но начертания на людей уже ставятся в виде чипов. И который согласится себе вживить этот чип, тот уже отрёкся от Христа. Вот. И они так же верят, что царство антихриста паникёры будет длиться три с половиной года, и затем придёт Христос, и тогда будет конец, и они прям пишут брату, который ещё пока... Пока, брат. Пока, брат. Вот никто его, как бы, церковным духовским советом не отмечал, что... И песенка будет спета. Я вас предупреждал, чтобы вы не соглашались перечислять. И главное, размытая такое начертание, это паспорт, ИННН, карта УЭК, чип, то есть, конкретного такого нету, но лучше, что-то вот всё это... Это вот шаги системы, как бы, ведущие к этой печати. И с этим мы тоже трудно тросятся. Но Христос, перед тем, как вознесись, Он предупредил своих учеников, восстанут лжехристы и лжепророки, то есть, будет лжепророк, который будет говорить, вот здесь Христос. Не верьте. Не верьте. То есть, Он предупредил, почему они так будут говорить? Для чего им этим надо, уже Христам? Для чего вот эти паникеры нужно говорить, что Антихрист уже... Что им движет? Какая вот эта вот мысль? Что они... Это... Вроде они для блага. Я вас предупреждал, я вас спасал, вы мне не верите. Но как вот Игнать Тихонович правильно заметил, когда придет настоящий Антихрист, они его не узнают. Так же, как пришел настоящий Христос, настоящий Христ, и не узнали его. Вот где обман закрытый, понимаете? Вот. действительно, надо водорствовать, молиться, и чтобы... все по слову Божию, а не так, что вот, как сектанты, контекст вывезали, начертания, значит... Все. Так. Идем внимательно дальше. Послание к евреям, святого апостола Павла, первая глава, первый стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отца в пророках. Толкование. Так как они, то есть евреи, были изнурены бедствиями и считали себя оставленными Богом и не удостаивали от Него того попечения, какого удостаивались, и отцы их, то апостол показывает противное. Вы, говорит, получили большую благодать, чем те, к тем он посылал пророков, а к вам своего сына. Что же означают слова его многократно и многообразно? Это вместо различно и во многих видах. Я, говорил Бог, говорил к пророкам и умножал видение. Пророкосия 12.10 Зачем же вам негодовать и малодушевствовать, если вы удостоверены несравненно большего? Вопросы? Многообразно или многообразно? Многообразно. Многократно и многообразно. Из разницы, наверное, многообразно. Слугоборазно. Ну... видение, он говорит раз, видение. Видение это образы. А многообразие это... Многообразие это, да, это различные виды какие-то. Виды, образы. Виде ангел, виде этого зверя, который летел по небу, там он, я думаю, Господь являлся. Кого я только видел, что бы являлся. Значит, куда и образы стоят? Различно и во многих видах, то есть, толкование. То есть, что же означают слова его многократно и многообразно? Это вместо различно и во многих видах. Ну, о пророках речь идет. О какие-то пророки, а не пророки, как в каких-то... А, тоже писал Господь. Зачем же вам негодовать и малодушевствовать, если вы удоставлены несравненно большего? То есть, сын Божий пришел и что же вы негодуете? Если Бог вам без пророков говорил отцам вашим. Нет, они негодовали. Евреям 1-2. В последние дни сии говорил нам о сыне, с большой буквы, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Толкование. Этим он еще ободряет их, говоря, конец близок, ибо изнуренный подвигом немного отдыхает, когда услышит о конце подвига. Также, нечто другое он дает понять словами в последние дни, когда, говорит, не осталось времени для исправления, когда мы были наказываемы, когда отчаялись, когда скудели духовные дарования, тогда мы и получили больше. В сыне вместо через сына. Заметь, это против тех, которые говорят, что предлог в год прилагается только к Святому Духу. Почему же не сказал? Говорил нам Христос. Отчасти потому, что они были слабы и не могли еще слышать о Христе. Отчасти показывают, что этим, что Ветхий и Новый Завет дело одного и того же Бога. Эти слова выделены жирным и подчеркнутым. Обрати внимание и на слово нам. Здесь он объединяет и сравнивает с учениками как их, так и себя. Хотя не им говорил, но апостолам через них и прочим. Однако он возвещает дело и показывает, что и им говорил. И это для утешения. Сделав его Господом сделал его Господом всего мира. Уже не Иаков часть Господня, но все сказал наследникам, показывая этим как истинность иновства, так и неотъемливость господства. Как же он сделал его Господом по человечеству, как и во втором Псалме говорит, проси у меня и дам народы в наследие тебе. Псалом 2.8 Это как бы отец сыну говорит. О каком Господстве говорит здесь? О Господстве над подчиняющимися добровольно, то есть свободно. Но это Господство дано было сыну как человеку, когда он всеми был признан. Власть же по природе и власть над неохотно подчиняющимися он имел прежде всех веков, как и сказано. Все служит тебе. Псалом 118 91 Сказав о плоти сына, образовавшейся во времени, наконец апостол возводит себя и на высоту предвечного его божества. Где те, которые говорят, было время, когда его не было? Он сам создал века. Как же были века, когда его не было? Так как отец виновник сына, то справедливо, что он виновник и всего, что произошло от сына. Поэтому апостол говорит, через него. Ибо отец является делающим, потому что он родил сына творца. Здесь поражается и Савелий, так как говорится о двух лицах. Получает смертельный удар и Павел Самосадский, который называет сына не вечным, получившим начало от Марии. Этим местом побивается также и Арии, хотя и не слишком сильно. Он приписывает выражению «через которого» значение некоторой помощи, называя сына помощником. Но следующее по порядку слова поражают и Ария. Сколько еретиков, сколько ложных путей широких ведущих погибель. Грузок ведущий Многократно это действительно не один раз, а многообразно в разных образах. Слово самоубийство многообразно, а не то, что говорили. Пророк говорил одинаково. Пророк передает. Дальше Моисей видит в кусте, Данил видит ветхого старца, Иоанн видит его видит камни ясписа, то есть это образы. А вот смотрим кинофильм «Еремия». Он является ему старец такой, ему говорит, говори ему, он первый раз видит, а потом видит девочки какой-то или мальчика маленького, и он в разных видах является одному. И разговаривать не надо. Богу наши слова ничего не значат. Да или нет, народ отступил от меня, ему будет дано наказание. Ты забудешь? Нет. Поверни голову, что ты видишь? Котел. А что в нем? Куски мяса, кости, а ветер дует с той стороны, вот оттуда и придет император чужой, захватит и переварит все кости и мясо, так что огустеет там все. Вот так вас будут душить, так подавить. Представьте, девочки, мальчики у нас такие сегодня, никто не трогает, родители не трогают. Но представьте, сейчас заходят, все, навсегда рванули, одно слово тоже пристрелили и все. Ну, как показывают, после войны было где-то убивали. Она идет, она они втроем идут. Ее за рукой дернули, она только повернулась, в лоб стрелила, и все, дальше повернуться не успела. Военно с фронта вернулись, а не убивать еще не стоит. И как разгадали это? Я вот на это смотрю, многократно и многообразно. И не просто как-то, а совершенно не похоже. Я теперь приготовился, на каждый куст с оглядкой буду глядеть, как бы не загорелся. Не горит. А в другом месте он заговорил вдруг, там, где не ожидали, там реке Олой перечисляет, что там было, и в каком виде. А почему надо было сидеть и Ереме ездить на поле цветов и одними цветами питаться. Это что, у него в этот кайф входил или что-то? Ты можешь думать как угодно, но ты ошибешься. Он явится тебе там, где ты и не думаешь. И слышали эти, рассказывая Льва Толстого, я сегодня приду к тебе. Вот он как теперь начал думать. Подбирать бабка начала все, метет. А в это время там пришла соседка, одна без мужа живет, попросить кринку молока. Да отставь, я дорогого гостя жду. После этого видит там солдатка, сиротка, ребенка на ветру качает. Она не позвала. А вечером села и пришел. И вдруг задремал. Я тебе три раза в день приходил, ты меня не приняла. Где? Накормивший меня накормил. То есть многообразно в один день в трех видах являлся. Видя ребенка там попался где-то. А бы дать веников, чтобы до прошлых помнил. Говорят, до морковкиного заговорня. Ну, однако, это надо учиться видеть. Ну, где? Когда наказывает. Благодеющая десница Бога. Так можно до чего договориться? По вашему шоу МКВД. Вот я и хотел сказать это. Минуты одной не будут расспрашивать кто-то. Кто? Маршал Советского Союза. Вот это да. Тухачевского раз. Нету. За ним кто-то. Генерал армии 24 года был. У Боревича туда. Блюхера туда. По порядку после что один сидит там только пишет. Почему всем-то не собраться было и опоздали? Все опоздали, опоздали, уже загорелась крыша. Вот через них он явился. А теперь припомниться Тухачевскому, как он тамбовских крестьян в лесах давил газом. Газом своих природных внутри страны гражданская война была. Ты теперь, если ты соображаешь все это, так так можно договориться, что и Гитлер был бичом божьим. Я это и хотел сказать, но побоялся, чтобы не посчитали фашистом. Хотя Василий Дмитрий Дмитриевич говорил, он так, я фашист и поэтому я людям интересен. Все боится слов, а фашист коммунист это одно и то же, только коммунист в сто раз страшнее. Тот не уничтожал своих. Все военные остались, князья остались, дворяне остались, это под корень все выжигал. В мировой истории еще не было такого тирана-деспота, который сейчас селитры вымачивают там в Кремле. Это что, от Бога? И вот Новика Авартистка тут была, выступала, и она откуда знает, не знаю, говорит, у нас в стране не будет ни урожая, пока не захоронят эту падаль, которая лежит там. Дмитрий Смирнов говорит, хоронить его нельзя, земля осквернена, сжечь, и только во Вселенной распылить где-то, в космосе. На Луну, говорит. Такого злодея, а? На Луну, и то на обратную сторону, чтобы не освещал. Теперь мы это считаем многократно, многообразно. Теперь мы увидели, посещает, семикратно в день прославляю тебя за суды, правда. Таил Господи, дай здоровья нашей Настеньке, она болеет. За суды! А это-то любому понятно. Семикратно в день за суды, когда нас бьет Бог, карает, давит, обезноживает. Когда кости ломаем, это от Тебя, Господи, не туда я ходил. Теперь лежу, глаза только в небо смотрят. На спине лежу, парализованный. И не один год. За суды! Ты научись во всем рассматривать тайны, я вот сегодня говорил, таинственный смысл. И тогда мы поймем, почему масоны это хотят делать. А почему это эти хотят делать? Они просто так, они такие, их там, а с ними ты ничего не сделаешь. Вон выступает Жириновский, ролик стоит, определенно, Владимир Вольфович и говорит, ну что вы, слепые, что ли? Ну кто захватил всю власть у нас? Евреи. Революции кто делали? Евреи. Богатство у кого? Евреев. Пищать у кого? Евреев. Юриспруденция у кого? Евреев. Ну что мы? Так это не у нас только, это в Америке, во всех странах мира. Но еще дальше будем делать. А дальше он уже придет, идем по заказу. На Алтае, они подбирают место, и на Алтае, тут они хотят из-за, оттуда, а они своей исконной, дарованной Богом земли поют куда-то, он уже не на дурака играет, а на камни какие-то замшелые. Вот ему тут оттуда и сказать, сядь, матершиник, ума-то Бог дал, а куда применить не знает. Да, это так. Вот научиться надо мыслить категориями священного писания. Я вам задаю маленький вопрос. Не всем он понравится. Вы слышали такое? Когда сватается парень к девушке, то ему советуют люди, ты сначала познакомься с тещей. Какая она? Как правило, яблоко недалеко от яблони откатывается. А если парень где-то, ты постарайся узнать, кто такой отец у него, как он, есть ли у него, или он одинокий жил, отец бросил, и тебе дочка быть брошенной. Если христианин, тогда переламывается это правило. А как правило, это такое. Я один вопрос задам. Скажите, воротник. Что это такое? Ворот. А вот это как называется у меня на шее вот это? Воротник тоже? Да. Ну вот это вот. Вот я застегиваю. Что застегиваю? Пуговку. Пуговку. Ясно, что я это не лопатой, не граблю. Тоже мне откровение сделал. Пуговку. Это не я. Воротник. Это мальчишка говорит по этим. Не может никак, учительница его. Давай, он не может. Буквы знает, а слагает. Говори. Во. Во. Ло. Лосы. Во. Ну на голове то у тебя что? Серсть. Вот и научили его. Серсть. Это воротник. Ошейник. На ошейник-то. Ошейник, если он разорван, и собака ушла. Ошейник надевает на всех животных, которые приручаются. Ну спроси, без ошейника хоть одну собаку учил? Нет. Это невозможно. Почему у человека это же сделано? И почему у мужчин, он даже расстегнутый бывает, застегнутый, а у девочки он до сих пор доходит, дальше он разорван, она дальше настирает, и дальше сюда тянет и тянет, стрелочкой как угодно. Зачем? Вы горько-горько будете жалеть, чтобы меня не расслышали. Ни одной мусульманки в двух миллиардах нету, чтобы позволяли девочке так. Как воспитывают? Студентки, за ними никто не смотрит. А это мы, говорит, издали были, там датчанин, говорит, издалека, гляжу, студентки стоят. Я, говорит, так подгонулся, это щелкнул, они заметили. Чуть-чуть время прошло, трое сразу оторвались от студентов, подошли, пожалуйста, мы попросим вас, сотрите это. Да я... Мы просим сотрите вас. Да чё ж я ничего не сделал издалека. Мы просим сотрите все. За что вы возненавидели нас? Да как, я наоборот хотел показать нашим... Сотрите. Объясните, да что это означает? Это означает мы студентки. И кто-то нас скажет, мы фотографировались специально. Нас с института, с института выгонят. Выгонят. За то, что фотография одеты по форме. Не положено, это должно быть порожой. Ты молодая, красивая и соблазнительная. У меня там приезжает однажды одна молодая женщина, наша из общины-то, и такая шустрая рыба в холодильник туда. Я батюшку привезла тут везде все за стол садится. А у меня там некоторые ходят вот заходят и говорят вот я давно ищу жену вот такую бы я взял. И другие ох и деловая женщина-то. Все, все положительные на меня везде нападают, а тут нет. С какими Игнатия Тихонов и знают и помолиться знают. И тут же выскочила за машину зарулила ее как-нибудь ветром сдуло. Вот какие у нас люди есть. Ну, говорит, деваха. Они еще не знают, что у нее красота какая сидит. Какие отрустки. Ну, что закрылось-то? Покажи ее. Да я пока не могу. Так вот, я об этом хотел сказать. Ворот, воротик. Послушай, сестра, сделай воротник. Вот видите, какая разница. Посмотри на всех. Подними-ка голову, вот она. Видишь, это воротник. Вот он, у тебя воротник, а это не воротник. Это разорванный и сюда идет вниз. Он должен вот здесь, вот руками натяни, попробуй так, натяни, стоп, сошлось. Нет, нет, не так, вот так, вот так. А там внизу зашить. Послушайте, не будешь. Они и так, им не надо ничего афишировать. На них любой только взглянет и поймет, таких он больше не найдет. И не надо, даже совершенно не надо. Это та раздевательность, которая, ну не так, хоть возьмет тело это, хотя она вонючая клюнет. Ну, разное. А это божественно. Скротость, как посмотрела, как сказала, как не сказала, как отошла. У нас вернулись от одного священника. Мы беседовали, жена гордкормила, придет, мы за весь священник этого слова не услыхали. Ни одного. Похоже это на наших жен? Не, не, вот теперь это ты считай и применяй. Толку-то нет, если мы считаем и не знаем. Я вот стал исследовать, вот эта плоская земля, вот это там разное, колжи пристают. Почему? Я стал смотреть дальше несамостоятельность, как правило, от которой мне известны все разведенные, мужики, там бросившие, ну, то есть, женат был и один. То есть, к ним вот этот уже лукавый подошел и влепляет и влепляет эти занозы в мозги. Я не исследовал до конца, у меня времени нет, но я бы думаю, маленько какие-то выводы сделал, но у меня малый, сказать, объем работ. Когда я говорил, что в церкви делается, тогда Сергей Бурдин выступил и говорит, «Ваше благо, что Игнатий не знает, что в алтаре делается. Как вы там анекдоты рассказываете? Как вы что там делаете? Окурков сколько из алтаря вытаскивают?» «Ваше благо, что он не знает!» Он пишет архиерею, Гедеону Докукину, архиепископу, когда на меня... Меня уже осудили, уже дело закрыто, от архиерея еще две бумаги, и он ромбиком вырезает и туда подсовывает под номером. Сильно против меня было. Я ему потом написал. А он в ответ еще с какого-то Тимоненко там или кто говорит, «Ой, ты такой-то там...» А у нас хорошие беседы были. «Такой-то ты там, где ты был, то ты баптистом был, то пятидесятником, то мормоном...» То есть, я не был нигде во всей природе. Но ему надо сказать, а сказать мне нечего. Я говорю, «Да, если я был, я никогда не был КГБшим архиереем. Никогда не был. Ни одного дня не было, чтобы я на своих докладывал, закладывал, и от исповедника подрекался. Владыка, вы же понимаете, я не был никогда там. Я ему ничего больше не добавляю. А откуда вы все это берете? Какой дух лжи вошел в ваши уста? Во всей нашей природе от Адамова рода не было ни одного баптиста, ни одного пятидесятика. Они староверы были. Тех, которые хранили веру, которую князь Владимир принял. До этого Никона Мордвина, который произвел эту революцию, сейчас заходит к тебе этот там, Митропамус-то. Это греки. Ему рта раскрыть нельзя, он только торговал. Пусть он сначала пахлы свои обрежут, вот те его отпустил. Все, дошел-то, только греки спасутся, только греки, все греческое. Он проповедует греков. А у греков ничего нету. Вася был и говорил, там, кажется, в Греции греков только 17%. А остальные там турки, там русские, грузины. И все время святогорец, гора святая, гора святая, а не ты. И обязательно вот Путин хороший, если бы он Стамбул отвоевал, и нам бы отдал. Но мы греки воевать не будем. Он должен туда посылать наших парней, там должен воевать, а им отдать. Это что, вера? Меня своей верой нигде в мире не спрашивали, только в Греции. Скажите, вот вы столько объехали. Где, как верить? Я говорю, хуже вашей нигде не видал. Совершенно веры нет никакой. А вот это, легенды-то все, кто там, откуда идет, дональские дары, откуда идут? Троянские, Хахилесова Пита, Айгераклы, все эти, Венеры, Марс, откуда идет? Это все их. Они любят новое, слушают, там ариопаги стояли. Это их наследники. Они веру совсем не знают. Вот мы проезжали в Фессалонику, в Солунь, и там, по жадности к деньгам, их можно сравнить только с украинцами. У них никакой не промышленности, у этих, кто хоть там Донбасс был. Ничего нету. И вот, столько метров не проедешь, 24 проезда сделали, развесели, чтобы убрать людей. Там много едут. И со всех берут. А наша машина чуть повыше нормально, это, за грузовую. Мы не успевали раскошеливаться. Евро, 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 пока доехали, не рад ищему. Обратно еду опять, чтобы они не работают, они, разбойники, затаились, как клещ. У него шесть лап, двумя он держится за траву, а четыре все время водит. Только где-то еще там колебнулось, он сразу отпускает, падает, за собачий ход засыпился. Это греки. Это греки. Торговля одна. Все кости, наверное, подняли, по всему миру разгосят чемоданами. А костей-то много, так они сейчас костятся. Черепа, из-за черепов украшения, какой стену из черепов взяли. Из борцовых костей другая стена, там, из позвоночника. Больше чем занимаются-то? Этого нигде нету больше, только в Греции. И ты ему это все подоткни, когда он придет. Не мотиваюсь. Я с греком ехал в поезде долго сутки. Молодой парень. И он мне рассказывал, как они жертвоприношения приносят. Я говорю, вы что, в православных храмах приносите жертвоприношения? Ну, не в самом храме, говорит, а там площадки, говорит, у нас там каменные за храмом. Я приношу барана, и там барана режут, батюшка благословляет все это. Я говорю, так это у мусульман же приносится. Ну, как у мусульман? Раньше же приносили жертвы, вот и мы тоже приносим жертвы. Они про мусульманили до мозга костей. В Арфоломея патриарх от папы не выходит. Они окатоличны. Вот это бродобритие разрешает многоженство. До тринадцати. Все это оттуда идет. Никона, этого патриарха, то кто сбили-то? Они пообещали вселенского патриарха. Мы сидели как-то в синоде, тут епископ. И я гляжу, какой-то сидит такой, борода у него прекрасная. Я говорю, а вы откуда будете? Грек, архимандрит. О, я вас и ждал. Ну-ка, дорогой, расскажи. А вы знаете, какую беду сделали для России, когда раскол был при Авахуме Никоне? Вот книга «Раскол Николая Достоля». Знаете? Знаете, да? Россия провалилась, разделенная была. Вы не думайте, что осорабляться трое-четверо. Люди по тысяче за раз сжигались, только в руки не отдать, что приняли. А эти приезжали, куда табак. И на них специально было правило сразу их нос две рвать и в Сибирь соболей ловить. То есть, тут они и заканчивали. Вот, и он лезет греческий язык, греческий там. Ты-то какое отношение к этому языку имеешь? Как гуси. А мы Рим спасли. Да вы горшок наполните сначала к Риму. И вот он сейчас зашел сюда, он все время на меня рвется. Выйти, я лапкину докажу там то другое. Он уже зашел, где Библия исследуется, уже кинул там и наши начали между собой уже прекрати. Ему это век не надо. Он, видимо, совершенно мусульманин, мусульманин. И главное, никак, давай через другого, через Игнатова сельба-то, знаешь, чтобы со мной, через парализованного Сергея. Я говорю, знаете, Сибирь Мудро со мной говорит, не отвечая на глупости его. Он совершенно ничего не знает. У него Библии в руках, видимо, никогда не было. А вот теперь кто-то сказал о греках. А кто такой Марк? Ну, написано, там племянник, какой-то еврей. Нет грек. Апостолы все греки. Наверное, и Матерь Божия, как у русских один. Еще еврейскую веру. Я говорю, ты Божья Матерь-то знаешь? Да кто она? Да русская кто? Ну, русская она. А у них греческая, наверное. Это я не слышал. русский. Ты его осади сразу. Он сам не показывает лицо, что главное. Нигде. То ли там никого нету, ну, какой-то сидит такой, мусульманин-то. Или что? Ни разу нигде не вылез. На меня выходил, я подозреваю, что он не один раз на меня выходил. И вот мне так эти книги ваши нужны. Это дядя Игнатий. Дядя Игнатий. Ну, я говорю, вот давай, вот столько-то пересылай. Вот так-то. И там получаю я, а потом я тебе присылаю. В плотную дошло, сгинул, полгода нигде нету. Потом опять знакомиться, но уже как-то по-другому. Те же самые слова так же говорит и так же дядя Игнатий в высшей книге. Бесплатно? Нет, да нет, ервно. Но когда я говорю, сколько стоит, вот с пересылкой в Америку трехтомник и кислено православие 200, кажется, долларов, что ли. Вот так. Ну да, 200 долларов. А мне тоже. А он как, смс-ка или как? Он? Ну где вот у вас это идет? 200 долларов. По изучению. Да. И он туда уже в Турции. Нет, нет, про книги, про книги. Про книги-то? Ну, как-то он говорил, чуть ли не показывался даже. По скайпу или? По скайпу. По скайпу. По скайпу. Потому что вы сказали мне в смс-ке тоже писали, писали, писали про книги, потом, как дошло до пересылки, все, загинули. Он только ссорит. Это тролль. Страшный, подземный, демон. Он только разоряет. Он ничего нигде не создал, у него ничего нет, никакого трактата, у него ничего вообще нет. Я ему запретил, не то, что запретил, посоветовать, не говорить вообще. У нас же бывает, там, лыбунов с веным, как начнут, там тоже многим не нравится. Я говорю, не перебивать у нас нельзя. Если что, я его сразу заблокирую, так он звук не включает. Я говорю, но писать можно. Я думал, что он вопросы может быть. Не думал, вот этот пар греков будет. Какие греки? Какие греки? Я, наверное, ему писать запрещу. Это ему не надо. У него заготовки, он где-то взял, он садит и садит. Он не слышит, не видит, ничего не знает. Это тролль. Тролль это подземное существо, которое ссорит всех людей в интернете. Но если он уже дошел до того, что все апостолы греки, ну что тут разговоры-то разговаривают? Я пишу ему, прочитай сначала Евангелие с толкованием от Иоанна Златоуста. Ну, он любит Златоуста, грек. Ну, значит, пускай читает толкование. Он уже здесь, сюда, тролли, это тоже. Я предупредил вас, на меня он рыпается давно, а говорить с ним не о чем. Совершенно. Он лицо не показывает, видимо, у него глазок там не работает. Но меня на днях вышел один, и он сейчас уже вышел с нами тут. Может, видел? Борис Семенович. Борис Семенович. Борис Семенович. Борис Семенович 52? Ну, из Украины, с Донбасса. Увидел, увидел, да, он был два раза. Он работал всю жизнь в системе, по, это, пеницетарной, там охранять что-то. Они с Игнатовым знакомы, я с ним разговаривал по скайпу. По интернету он нашел меня как-то и вышел. Ну, и вышел, ой, какой вопрос. Вторая беседа опять состоялась. Ну, слава богу. Он осенний, искренний, верующий. И мы уже два раза беседовали, ни одного слова замечания нет. Ну, просто человек, который искал и нашел. Он отдыхает у нас. Ну, вопросы нормальные у нас. Нормальные? Борис Семенович. У него и голос такой приятный. Да. Ну, я сразу узнал его, какой рост, метр восемьдесят четыре, кажется. Так, то у кого у нас такой? У тебя, да? И Савченко тоже метр восемьдесят четыре. Сколько у тебя? Надо рулетку взять и... У меня там восемьдесят четыре, восемьдесят пять. У меня сто семьдесят девять. Вес 130 килограмм, кажется. О, я все... 133. 133. Ну, я ему посоветовал, смотри, я говорю, тебя задушит, жертвует. Да я понимаю это все. Ну, дальше. Монастыри любят, и все съемки. Три фильма дал, и только о монастырях-то, молча. Показывают разные монастыри. Я не стал ему еще отвечать на это. монастырь и монастырь, храм, храм, храм. Ему сильно понравилось, вот где мы беседовали. Ну, не понял, говорит, а вот это вот у вас, говорит, это как так? Я говорю, это вообще никто не соблазнялся. Давай. Сдаю. Евреям 1.3 Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Толкование. Добро пожаловать пространное. Дайте степенье. вошел на самую высоту в хвалебной речи о сыне и называет его сиянием славы, чтобы ты знал, что он из него бесстрастно, без уменьшения или унижения одного и того же существа, то есть свет от света. Ибо он просветил и наши души и сам показал отца, посему и сказал, я свет миру. В Англии от Анана 8.12. Потому что вместе с ним светил от вечности, ибо сияние светит одновременно с сияющим, и солнца не бывает, видимо, когда-нибудь отдельно от сияния. и отец не мыслим без сына. Видите, какое странение? Сияние без солнца не бывает. Посему, когда услышишь Ариан, говорящих, что если сын из отца, значит, после него, то скажи им, что и сияние от солнца, однако не после него, ибо в одно время и солнце, и сияние. Сказав сияние, и через это показав единосущая и совечность сына с отцом снова, так как сияние не самостоятельно. Апостол устраняет из этого примера неуместную мысль, чтобы ты не принял в сторону Маркелла и Савелия, которые говорят, что сын не может быть в собственной ипостаси при отце. Посему и говорит, и образ ипостаси его это значит, как отец самостоятелен и не имеет ни в ком нужды для совершенства, так и сын. После того, как показал совершенное во всем сходство, этими словами апостол показывает также и особенный образ первообразом, ибо образ есть нечто иное при сравнении с первообразом, как существующий сам по себе, хотя и до безразличия подобный первому. Григорий Низкий говорит, как через сияние показал общность сына с отцом, так через образ равенства их, ибо ум, постигший величие ипостаси через видимый образ, может во всяком случае измерять ипостась, ибо не превышает ипостаси образ, чтобы не быть безипостасным настолько, насколько превысит, и ипостась не больше образа, в противном случае, та часть была не отображенной. Во всяком случае, апостол показывает равенство сына с отцом. Прежде ты останавливался на выражении через которого, и считал сына как бы помощником отцу. Слушай теперь, если можешь понять, как Павел приписывает здесь власть сыну, не сказал, держа силой, но словом силы, то есть словом полным силы, показывающим его могущество. Ибо как говоришь, что отец сказал, да будет свет и стал свет бытие 1.3, так и сын словом держит все, то есть всем управляет и все содержит. Гораздо же важнее приведение всего в бытие сохранения противободрствующего между собой стремящегося обратиться в небытие. не сказал управляя, но держа эта метафора заимствована от движущих что-нибудь и обращающих одним пальцем. Такую великую чрезвычайную тяжесть творения он носит как ничто одним только всемогущим словом. Ибо небес сильно слово у Бога как у нас. После стольких ересей опровергаемых в самом начале послания как осмеливаются некоторые отвергать его как будто не принадлежащие Павлу на основании того что стиль его отличается от стиля других посланий. Необходимо и убедиться что высота мысли и неотразимые их силы принадлежат не кому другому как Павлу имеющему в себе говорящего Христа. если они соблазняются стилем речи то пусть узнают что Павел написал послание на еврейском языке так как говорил с евреями. На греческий же язык оно было переведено как некоторые думают Лукой или как другие полагают Климентом стиль которого оно действительно больше и сохраняет. посему отнимающие это послание у Павла делают так сказать подобную же ошибку как если бы они отнимали Павла у Христа сказав о величии божественности слово говорит и о попечении его о людях через воплощение что гораздо важнее чем держать все здесь он представляет два доказательства одно в том что он очистил грехи наши другое в том что сделал это собою и во многих местах апостол восхищается тем что совершено самим сыном ибо через крест и смерть которую он подъял очистил нас не только как безгрешный умерший за наши прегрешения понесший наказание которому сам не подлежал и освободивший вообще природу от осуждения за грех адама но и как давший нам крещение подобие смерти его через которое мы крещаем и получаем всякий раз отпущение грехов перешедших к нам от предков и силу к тому чтобы остальное время не поддаваться легко греху напомни о кресте ведет речь о воскресении и вознесении господа не сказал повелено ему сесть но воссел и одесную и на высоте это не это не значит что бог ограничивается местом но для того сказано чтобы показать равно честность его с отцом ибо он достиг самого престола отчего и как отец есть на высоте так точно и он если же кто-нибудь скажет однако написано сказал господь господу моему сиди одесную меня псалом 109 1 то скажем на это во первых что не сказал повелел но сказал потом чтобы ты не подумал что он не имеет начала и причины в боге отце для этого так образно и выражена речь вот это прочитал что не пытайтесь запоминать даже не запомнить но просчитали и вопрос возник вот это просчитал и все и больше ни слова не говори ни за ни против я за все время ни разу не употреблял в разговоре то что здесь написано то есть настолько мы далеки даже от таких разговоров никому это не надо сегодня о другом как говорят жить не выживать а жить самое ценное что сегодня должны в людях искать это вера я судился много пришел к убеждению судье не может быть неверующим и разницы нет кто будет никакой пусть будет православный баптист мусульманин только чтобы он знал что за все ему отвечать если он крепко не верит его значит пойдет на любую сделку официально у каждого депутата сегодня зарплата 300 тысяч в месяц 300 тысяч но некоторые из них он там матвиенко получают получают 10 миллионов ежемесячно недавно сына она там женила и он рядом с матерью сидит а ее поставили теперь во главе федерации так она что делает она ничего не делает ничего нет я в тюрьме я не мог понять сразу зачем но уже через несколько дней я разобрался то есть я ни при чем это они ербачок сидит разорванная карта перед ним вот так вот я ничего она сама развалилась они голосовали свобода гласность и нам кроме гласности ничего в мире не надо это коммунисты архивы все еще не раскрыт а им гласность откройте кто это расстрелял хрущев сколько подавал в списке им было каждый месяц полторы тысячи расстрелять в городе полторы а он говорил мало добавьте еще раза в два и все это где-то выхлестит там одни корешки торчат а как быть ты какой роли ты не играет но мы живые люди надо искать в людях страх божий а сегодня страха никакого нет а ты считал златоузцы вчера были опробовать его без страха вообще ничего нет без страха весь уголовный кодекс на каждом висит я этого боюсь этого нельзя я здесь боюсь здесь за это посадят я боюсь а я еще умру отвечать и будешь делать как надо перед богом какой-то садлер или саблер там был Александр кажется у царя самый верующий министр был и к нему многие-то приезжали слышали что он справедливый ну и там в притворе-то сидят и говорят а чего он долго не принимает а он говорит Акапис считает сейчас богородица только просчитали говорит ну сейчас принимать он говорит еще Акапис ангелу-хранителю считает они пока сидят здесь а секретарь что-то говорит и некоторые поднимаются и уезжают уже все решили вопросы он мало с кем встречался но если сказал то уже спорить не надо было он на молитве больше проводил время в рабочее время притом вот какие были у царя сегодня-то ни одного нет такого вообще нету интересный рассказ вот я читал в Алтайском крае вот он да бог ты веришь у меня племянник с ума сошел как мне Артамошкин пишет Игорь говорит мозги запудрил этот Лапкин да такой парень был с нами ну он говорит его фамилия-то а сейчас говорит сидит какой-то пришибли зазомбировал его на меня выходит ругает с меня знаешь такого Александр Артамошкин в Америке ну три дня назад я с ним немножко общался три дня назад беседовали Никита он в беседе участвовал ты на него выходил что ли? он на меня выходил еще он из себя хотел чтобы это священником стал что он спрашивал дудину поехал он у тебя спрашивал из Канады дети приезжали они говорили по-английски или по-русски да 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 как общались вы с ними спрашивал как канадские приезжали это его не интересует он бога никакого вообще никакого нету нету и он не понимает даже что он живет за счет того что верующий как бы не верующий его бы давно сгрызли за метелку за старую и поэтому если страха божия нет ничего не сделать но одного знают он атеист а ребятишек отправляет в воскресную школу он говорит да ты же не веришь в бога не верю да зачем а как жить они же меня убьют когда вырастут он религиозное образование другой племянник с ума сошел то другое никакого бога нет а у него там свой на вахте там сидит секретарь она Николай Иванович тут об ЭХС приехала господи пронеси мимо он тут же перекрестился проверять его будут вот сразу говорит господи пронеси мимо тебя еще не давили ты так будешь молиться как никто может не молился твоей родне беда ниоткуда помощи нет никакой вот мы как в Швеции застряли когда машина сломалась у меня в жизни не было такое больше никому не нужен ни до дому доехать на веревке никто не потащит и деньги батюшка прозорливый у нас в Греции были он говорит дайте там им еще 500 евро мы больше 1000 евро отдали только чтобы нас тащили на этом на эвакуаторе сломалось и не знаем что сломалось и наши люди которые говорят вам не туда надо ехать а туда туда через Литву скорее самая близкая территория России Калининград там ваши запчасти вот тогда мы поехали и нас волоком заволокли на корабль на паром называется вот мы нахватали горю нахлебались полыной желчи ты молиться научись сначала молиться вот обо мне пишет Андрей Андрей говорит отец Кирилл Сахаров мы говорим идем по полю с Игнатьем вдруг он остановился молится а как так он знает в храме он всю службу по старообрященске ведет около храма Христа Спасителя опять что-то были где-то он опять молится я говорю вся жизнь должна быть литургия нашей я удивляюсь как у Бога все это сделано как это все обдумано это все слова к Богу-то не относятся обдуманные ему не надо обдумывать и Дух Божий носился над водой и Бетекс один объясняет он говорит инженер когда что-то обдумает планует какой-то архитектор он говорит ходит вот так вот думает и вот Дух Божий говорит как над водой носился обдумывает до мельчайших подробностей до молекулы как у нас волосы будут расти как мы будем жить ногти все обдумано Дух Божий носился над водой вот это теперь понятно так как Бог думает думает он не гневается он не раздражается как его видел Бог и прогневался это образно антропоморфизм называется вот мы здесь считаем послание к евреям вот единственное послание которое Павел не написал везде пишут послание раб Божий а здесь этого нету почему из-за страха из-за страха что не примут его послание страх-то божественный что его они не примут евреи а второе грозили представь себе ты как да убить его а ты да я уже давно говорю у меня кинжал и сколько больше сорока давайте поклянемся ни пить и не есть не будем потому нас это жажда еды и все побудит искать как подумаем скажем что он ее вывел ну вывел а тут ну когда это Леосвальд подозревали что он убил Фильджерарда Джона Кеннеди в это время договорились чтобы вывели его а в это время среди полицейских все время Руби заходил его не знали он раньше видели его что-то давал им там и как только повели он как бросился полицейский и сразу застрелил его как только застрелил его главный нету сразу на повестку дня в этой жизни Руби тоже надо убить кто его подсылал к этому маленько поеда его убили все следы в воду ушли никого больше нет свидетелей надо научиться смотреть с той стороны а зачем это надо было а почему это надо было из всех президентов Америки единственный кто не почтил их масонством только Джон Кеннеди вот теперь ты понял что они ждут этого Машиаха мы вести а что мы неправильно приняли они правильно они ждут и ждут и мы понимаем самая страшная трагедия впереди трагедия еврейского народа когда они поймут богатели войны до одной революции до одной это все их руки и оказывается самого сильного злодея против них посадили и многие побегут и остаток спасется самое главное это трагедия одного народа будет только а наши ну что там поубивали у нас и нет наши так поубивали я считал Спиридона от которой Кисляков он был миссионером в Бурят поехал когда в Израиль а с ним там один еврей обратившийся я никогда не видел такой проповеди он говорит первый еврей который идет он сразу шалом шалом он ошелел прямо от него а что он говорит да мисси ах ты пришел в мазалете он был его распяли да я еврей это мессия не просто а наш мессия наш которого тысячелетия ждали он горит буквально весь ну нам-то не обещано мы ничего не знали ни немцы ни киргизы никто не ждали мессия а они ждали его 1600 лет ждали и вдруг он пришел и он каждому еврею ты же родной брат он же пришел уже вот фильм искупления он говорит он пришел и он когда вышел в конце фильма старик-то он пришел мессия пришел он как ребенок сделался и не надо уже нам все эти чаши первая вторая шестая марора эти есть марора главное это наша жизнь горькие травы то научись так это мысли выпроси этого Бога и тогда ты поймешь другая жизнь началась вот он еще не пришел а мы уже ему выставляем заслон я уже не встречался я знаю кто он кто его никто никто просто был бы кто-то так никто я знаю допустим Ткачев там он в этой был на Украине и когда там гей-парада когда он был он там выступал и грабил так нет он не боялся а потом его видимо к стенке он бежал как как и Кубович или Гарния его фамилия а что у него с ногой Андрей президент когда сейчас уже больной что-то нет что-то ногу тащит давай Качев у меня дальше о евреях тоже размышления о евреях и одна из причин а тоже одна из причин почему Церковь Христова вот так оплошалась в виде по крайней мере почему скажем евреям легче спасаться по их нему то что Библия еврейская все пороки еврейские для неевреев написано и все про них сказано и у них такое учение еще состоит что евреи имеют божественную душу в отличие от всех остальных и поэтому к нему относятся все эти обрядности и все исполнения всяких вещей например еврей не может ходить босиком он ходит босиком он имеет божественную душу а ходя босиком он соприкасается с землей он как бы заземляется становится земным поэтому не едя животных которые с копытой потому что копыта он как мертвая ткань отделяет землю от животных поэтому животное тоже как бы божественное имеет сущность его можно есть кроме того допустим если ты видишь помогать всем евреям ты должен без разницы он хорош или плохой в тюрьме не сидит они всегда там спонсируют собирают общаки деньги за границу отсылают собирают эти общие трапезные любить еврея должен обязательно и еще если видишь что еврей грешит твой брат ты должен отвернуться не смотреть на него потому что если ты будешь смотреть что он грешит ты можешь неплохо подумать а это уже как бы грех является перед Богом то есть противоположность христианская церковь поставить у нас сказано возлюби ближнего как самого себя допустим ты уверовал родился свыше ты знаешь что спастись очень трудно и нужно соблюдать себя внутри и снаружи если видишь даже своего друга христианина или мать или брата или сестру ты не можешь просто любить их потому что только они твои близкие в отличие от евреев а евреев обязательно любить а ты наоборот должен обличить и поэтому поставим такая война конфронтация никак нельзя собраться нам христианам как должно постоянно все эти раздоры идут только по причине того что ты не можешь молчать вот пока и не только не можешь молчать но еще не можешь отвергнуться себя потому что если бы ты себя отвергся то тогда бы обличение принял кротко и все а мы же должны оправдаться обязательно виноват другой не женщины первые виноваты дальше братья можно мне вопрос по евреям я уже хочу хочу знаете я вот вчера читала на ночь глядя Библию и вот когда Господь давал Моисею законы вот он говорил да не будет у вас других никаких богов а далее вот он пишет в исходе глава 21 если купишь раба еврея пусть он работает тебе 6 лет а в 7 год пусть выйдет на волю даром тут нюансы но если раб скажет люблю господина моего жену мою и детей моих не пойду на волю то пусть господин его приведет пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом и он останется рабом вечно пред богов это каких богов свой муж подождите раб вот мужчина тут имеется ввиду что раб мужского пола если он купил его евреи купил еврея евреи какие боги боги могли быть ухо косяка около этого какие вы боги но все вы умрете князей называют богами не нужно знатных людей на это поставили взять во свидетеля то есть имеется ввиду люди да там бог называет богами все начинаем здесь суриков и ниже это я слышала чтобы эти люди были свидетели свидетели нужны документов никаких не было печати такой не было потому что рабовладельства было много а печать может быть у одного человека была богов других и не было повеление такого не мог моисей давать потому что зато смертная казнь была поэтому пред богов перевод такой и сделан перед начальствующими которые будут свидетельствовать ну еще там судьи есть такое название как судья в общем авторитетные люди ну да свидетели вот смотри я говорю мусульман так как все упрощено у нас вот послезавтра во вторник меня опять в суд ехать в полдевятого Севастьян за мной заезжает выписать выписать Наталью не можем по сегодняшний день значит они назначили через месяц судья сидит помощник подполковник они получают не 3 рубля не 6 тысяч как я дальше секретарь сидит а это помощница огромная никого нету мы одни им ясное дело если они сидят день, два, три ни одного нету они а нами мурижат сколько время я Севастьян говорю это же искусственно все делает он ничего не говорит только улыбается выписать представлен бумагу что ее нет уже 8 лет ее нету и не будет никогда выпишите я плачу за мусор которого от нее нет она воду не пьет я за нее плачу но это незаконно только через суд это они уже договорились там теперь он берется в бумаге смотрел судья говорит тихо но я попросил разрешение снимать и снял выставил в интернет теперь назначено через месяц он месяц никуда его уволить нельзя у него уволят когда дело не окончено он все время не окончено он одно дело ему рыжит ему рыжит выписать прописать тогда хозяин а выписать вообще ничего не надо теперь они требуют мне доказать что я владелец он написан владелец нет а документ до Баварина уже нет но нам нужно подпись синие чтобы было то есть я вообще никаким образом не могу доказать Себастьян говорит ищи я говорю где найду ну да за дома там 60 тысяч заплатили за землю за землю за забор за все принеси документы доказать что я хозяин я говорю под Клапкин нет то есть они заранее все обдумали что я сомневаюсь что это русский человек пристраивают они своих любящие деньги золото выписать из домовой книги это какой месяц идет суд и еще неизвестно положительно ли будет решено почему им не выгодно положительно Себастьян мне не сказал 300 рублей заплатил уже пошлину а мне бы 300 рублей это хватило бы за нее за год платить ну мне-то каждый год накладно ни за что никого нету зачем и ничего не можем сделать пришли девчонка даже не разговаривает которая там выписывает ну вы пишите а потом надо идти водоканал да еще в какой день надо до коммунсного города и там только тогда пометку сделаю это вот послезавтра мне идти повезут меня я сижу ничего не слышу я окна дверей ни одного человека нету мы единственные вышли опять никого нету а они трое сидят они никуда не уйдут они счастливы отбывают это аппарат раздутый я помню кажется 1900 какой-то там год 7 лет прошло аппарат раздут был в 3 раза больше 18 миллионов было коммунистов не все конечно на должности я пришел там представитель президента был он назывался полномочный представитель Шуба Николай Михайлович а потом избрали этот я с ним близко был знаком Виктор Сергеевич бывший милиционер федеральный инспектор называется он один и кажется один там в другом кабинете Оськин сидел прихожу три стола здесь а им выделили это прихожу 5 человек стола уже не пройдешь а зачем занимаются они ничего не делают они наблюдают чтобы люди нарушали закон для этого человек там Веслогузов правом человека занимается там тоже большая должность да не надо ничего этого-то суды а мы зашли в пятиэтажное здание судебное это пятиэтажное а это надо не надо мне это не надо и написано для кого написано эти для неверующих мне не надо давайте не укради не убей мне зачем эти законы я этого не делаю верующие не делают если бы все были как я я вот такой не хожу парикмахерской парикмахерские сдохли бы все я не накручиваю жена не ходит ногти не красим зачем ничего этого нет нету Инар Тихонович вот у меня сестра у нее дочь она прописана в Барнауле но уехала работать в Рубцовск сейчас так разрешается работать в других городах прописаны и там работать но она дочь привезла справку что она работает в Рубцовске то за троих платили за квартиру а теперь только за двоих платят такой закон есть вот мне говорят с Америки вы хотите пусть она приедет сама явится да как с Америки прилетит явится так не может она прислать оттуда так их даже нельзя она прислала документ вот эту грин карту это говорит о том что она там живет это практически гражданство Америки понимаете что еще надо она уехала вышла замуж все закончилось 8 лет ну выпишите она прислала оттуда я американское родное я не здесь ничего нельзя сделать это новые законы новые законы чтобы все вот неработающее получало их намного меньше может пишут самая низкая зарплата учителей особенно на Алтай самая низкооплачиваемая а который над ними самый начальник миллион 300 тысяч ежемесячно начальник и главное чуть ли не 5 миллионов ежемесячно получает начальник пенсионного фонда где он деньги берет называет фамилии все мне они не нужны ну ну хоть-ка маленько ну хоть маленько как-то квартиру купил мне кажется за 230 миллионов в Москве да что это за квартира такая а там нормальная самая дешевая земля дешевая похорена в Потеряевке лишь бы выкопать землю а там тебя хоть в кошмар завернуть я за обед выкопаю так что заказывайте совещание давайте умрете чтобы похоронили в Потеряевке там панихейду батюшка совершает родственники приедут одна это кладбище похоронено через три года уже не найти это город огромный город вы знаете сколько в Барнауле умирает каждый день вот скажи сколько в Барнауле примерно думаешь каждый день умирает я думаю 100 человек я не знаю 50 может человек умирает нет все все сколько в Барнауле ежедневно умирает как вы думаете я документы у них переплетал мне привозят документы я из них делал тома а что с кошками делать телок будем превращать в день с рождением с обедствует Я знал, когда я переплетал. В среднем тогда было 33 человека. Это лет 30 назад я документы, их переплетал. Документы рассыпаны, в мешке привозят, а я из них сделал тома. Мне за это платили деньги, на автобусе они привозили, а переплетчик. 33. 33. Но говорят, что сейчас намного больше. Больше, потому что больше заболеваний стало. Я не знаю, народ какой-то более хилый стал. Более грешный. Да, все, конечно, связано с духовным. Я попрошу, кто такой Бисмарк? Объясни. Ого. Ты тоже помолчи. Я помолчу. На противовес. Никиту можно не спрашивать. Так, скажи, кто такой Бисмарк? Не знаю. Еще Барбаросса спросить бы. Ну, еще Барбаросса спросить бы кто. Так, кто знает? Ну, Германия. В Германии. И кто такой? Ну, как наш, наверное, Медведев. Что? Как наш Медведев. Медведев. Медведев 3000, допустим, сел закрыто. А он объединил всю Германию. Да. Он все объединил. Император. Да, император. И он сейчас рисует. Он говорит, дайте мне там 40 бочек боярышника, и Иркутская область будет моя. Когда 70 человек натравились там боярышником-то. Вот возле кинотеатра «Мир» видели? Сколько растет там... Никита, я любез тебе по Германии. Смотрю, думаю, что же они делают. Растилают и все стрясают эту ягоду. Куда она пойдет, когда ее птицы даже не едят? А, любез, ну да. А почему? А мы собирали. Или что? Рябина кто-то. Это рябина. Ну, кто-то не собирает, наш лук собирает. Это боярышник. Даже раньше, наверное. Это боярышник. Государственный. Ягода виновата, чем ее разбавляют? И сразу 70 человек умерло. Ну, вот и ягода. Нарисовали бисмарк, он вердательный боярышник, и Иркутская область. Смородичник сделает, рябинушник. Они смородичник сделают, рябинушник сделают. Вишнек. Облепиховочкой. Облепиховочкой. Да что только не сделаешь. Так, все? Выливаю. Да, мама, тормайся. Ну, наверное, не забрали. Иди сюда самую морю. Нет, я не туда иду. Галя, открыл. Дева внесть присущественно горождая, И земля, мир тех, и преступного приносит. Ангелы, спасатели, слава Бога, О, ты же со звездою путешествую. На сборах не родися, От кратча до привечный Бог. Игорь Тимович, помолитесь. Отец наш Небесный, Слава Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, Который родился, Воплотившись от Духа Святого Девы Марии, Умер за наши грехи, И дарвал нам жизнь вечную. Слава Тебе. Господи, услыши нашу молитву Родных и близких, не познавших Тебя, Обрати их. Пошли к ним добрых свидетелей. Пошли добрых жителей вселения наших с детьми И сохрани школу. И расширь пределы наших общин, Побуди всех на благовестие. Мы просим Твоей милости. Доведи нас всех до желаемой пристани И веди навеки в Царство Христа Бога нашего. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, Прими нашу молитву воздяний рук, Как жертву вечернего благоухания, Приятного перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи, нашу молитву О всех западавших нам молиться. И даруй духовное рождение Патриарху, Епископам, Священству и Пастве. Услыши правителей, Дабы мудро управляли, И мудрые законы издавали. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши тарапой. Аминь. Богу слава. Во веки веков. Спасибо. Не забывайте, где лежат. Вот, грязочки, где лежат. Я знаю.